Вы уже начали печь блины? Если нет, то самое время доставать сковородки. Традиционно с 28 февраля по 6 марта продлится масленичная неделя. Подробнее расскажет моя коллега Анастасия Явтысая. Да, действительно, сегодня началась масленица. И каждый день он имеет свое название. Понедельник – это встреча, вторник – это заигрыш, среда – лакомка, четверг – широкий четверг, широкий разгуляй, пятница – тещины посиделки, пятница – тещины вечерки, суббота – заловкины посиделки, а воскресенье называется прощенным воскресеньем. Масленица считается отголоском дохристианских времен, когда славяне еще были язычниками. Это языческий праздник, да, вот как я говорила уже в Древней Руси, он длился две недели, и покровителем масленицы был языческий бог Велес, который был покровителем скота, различного скота. В старину она являлась праздником поминовения усопших, поэтому сжигание масленицы – это ее похороны, а блины – это поминальное угощение. То есть считалось, что прежде всего это чучело нужно надеть в старые вещи, навязать старые, негодные уже, которые вышедшие из употребления, то, которое не жалко и нужно уже выбросить. Таким образом, вот масленицу, куклу олицетворяли с нашим, ну, с предком человека. То есть если одевали его во все старье, а потом сжигали, ну, таким образом говорили, ну, как бы думали и желали, что все плохое, все уйдет вместе с сжиганием. То есть как бы то, что предки ушли уже от нас, и то, что они забрали якобы все плохое, а людям, которые живут сейчас, оставили только хорошее. Со временем праздник значительно видоизменился, но осталась традиция печь блины – круглые и горячие, как солнце. Позже добавились катания на конных упряжках и санях с ледяных гор, кулачные бои и тещины посиделки. В старину на масленицу было много разных примет, и даже масленичные развлечения имели свой смысл. И причем катание с горы – это было не просто развлечение, это еще были и приметы. Вот прокатится семейная пара на санках с горы, и если ладно, да хорошо укатится, то и жизнь ее будет ладная. А если, например, кто-то один вывалится из санок, ну, примета такая, что не жить долго человеку. А если вот пара едет, и она тоже упадет, но в разные стороны, например, ну, тоже счастью семейному их не быть. А если упадет, ну, в одну сторону, ну, то все хорошо, значит, все благополучно закончится. То есть примет было очень много. На последний день масляной недели приходится прощенное воскресенье, а 7 марта начнется Великий пост, который завершится Пасхой. Анастасия Евтыса, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Анастасия Евтыса, Вадим Стаси, Вадим Стаси. Продолжение следует...